Лавров выступил за Сталина, сказал, что критика Сталина – это попытка переписывать итоги Второй мировой войны. Представляете, какой мерзкий Лавров. Я даже не буду Сталина обсуждать, какой смысл. Я буду обсуждать Лаврова. Вот когда нужно было наезжать на Сталина коммунистов, и совсем недавно, кстати, на коммунистов оттягивался, на Советский Союз оттягивался, он нормально все это делал, поливал все грязью. Там они периодически с Путиным то Ленина, то Сталина там поливают. Теперь надо хвалить Сталина. Все, он хвалит Сталина. Он там в этой, в двойке и в тройке на выборах, в первой, у ядросов, он должен хвалить Сталина. Там и прочее, и прочее. Ну, жуть какая-то, да? Ну, пи***ры настоящие. Такие, прям, вот, в плохом смысле слова. Шойгу заявил о росте безопасности вооруженных сил. Вот меня спрашивают, прислали мне такое, что вот за две недели просрали пять самолетов. О каком росте идет речь? Ну, вы учитесь мыслить как Шойгу. Ну, смотрите, вот да, там за две недели пять самолетов просрали, даже больше. Почему самолеты просрались, а? Ну, потому что были небоеспособные. Значит, этих самолетов не стало, боеспособность выросла. Конечно, выросла, если было пять лишних небоеспособных самолетов. А вдруг война, а не уставшие эти самолеты, и что делать? А их раз и нет. И теперь они не будут мешать. Так что Шойгу в данном случае абсолютно прав. В ходе обследования российского сегмента МКС космонавты обнаружили несквозные трещины в первом и самом старом модуле «Заря». О, как видите, то есть новые дырки кто-то насверлил. Инпланетяне, возможно, как раз Рогозин недавно что-то говорил про инпланетян. Возможно, инпланетяне веселятся. И Путин, которому тоже весело, поздравил команду пляжных волейболистов. Хули ему еще этому Путину. У него в Сарове ядерный центр вот-вот загорится. Там вся Якутия сгорела. Тут вся Бурятия утонула. И ему на фонаре. А он пляжных футболистов поздравляет. И рассуждает по поводу истории российской. Усомнился он версии убийства митрополита Филиппа. Малютой Скуратовым в 1569 году. Помните, когда Иван Грозный грамоту митрополит Филипп назвал Филькина грамотой. Так от этого пошло. Все, что Путин пишет, это все Филькина грамота. И вот это вот его размышления. Это все Филькина грамота. Полной херни вообще. Понимаете? То есть, у него все горит, взрывается, рушится. Дети гибнут. А эта сука сидит там. Философствует что-то. И вот дочери Путина из казны отдадут 1 триллион на развитие технологической долины МГУ. Долину какую-то будет доча Путина развивать. Нормально, да? То есть, долину освободят от уплаты НДС, налогов на имущество, прибыль, взнос в соцстрах, снизь пенсионные платежи. Ну и так далее. И бюджет на строительство метро в Петербурге увеличили в 2,5 раза. Ну, чтобы нормально можно было украсть. Понятно, что ничего там не расширят. То есть, ни на один кубометр работ больше не будет делаться. А все те же работы будут только стоить 2,5 раза дороже. То есть, что происходит? Нас просто грабят. Просто грабят в цвет. Они там установили феодальные отношения, неофеодальные. Потому что старые феодальные отношения, они как-то еще чем-то обуславливались. То есть, кто такие феодалы были? Те, кто служил в армии, кто держал свое войско, кто защищал землю и так далее. А эти кто? Эти войско держат, а они землю защищают. Вот это вот, блядь, чушь собачья. Там свиночайки, блядь. Я сытый и хочу дальше быть сытым. Да, как в том анекдоте. Помните, когда грузин в поезде едет и говорит, женщина, ну там выложил все, еду какую-то там, яблоки у него, там какие-то хинкали и так далее. Хачипури говорит, а пусть мальчик покушает. Кто такой, чопаный? Мальчик сыт. А пусть мальчик не сыт, пусть покушает. Так что ты, я тоже говорю, если ты сыт, пусть не сыт. Вперед на революцию. Потому что это все очень скоро. Сытость это очень скоро пройдет. Знаешь, что время нельзя остановить. Это вот то, что делают сейчас американцы. Это абсолютно безответственно и глупо. Попытаться остановить время. Ну, как ты его остановишь? Время вперед. Помните? Тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум. Вот американцы этого сейчас почему-то не понимают. Я понимаю, что праздные люди понимают. А вот верхние там не понимают. Ну, или делают вид, что не понимают. Я не знаю. Поговорим еще об этом. Поговорим еще об этом.